Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Такой чистый, светлый вид, высоко нашей квартиры, Воловинной широкую, красивую волку, И огромные двухэтажные пароходы, И барпель, и пристаны, и бритвы. И толпы гуляющих, выходившие в определенные часы на эту пристань, Встречать приходящие пароходы. И мы с мамочкой ходили туда, только редко, эх, очень редко. Мамочка давала уроки в нашем городе, И ей нельзя было гулять со мной так часто, как бы мне хотелось. Мамочка говорила, подожди, Ленушка, Вот накоплю день и прокачу тебя по Волге, От нашего Рыбинска, вплоть до самой Астрахани. Вот тогда-то мы гуляемся в доме. Я радовалась и ждала весны. К весне мамочка прикопила немножко денег, И мы решили с первыми же теплыми днями Исполнить нашу затиху. Вот, как только Волга очистится от льда, Мы с тобой покатим, Говорила мамочка, ласково поглаживая меня по голове. Но когда лёд тронулся, Она простудилась и стала кашлять. Лёд прошёл, Волга очистилась, А мамочка всё кашляла, И кашляла без конца. Она стала как-то разом худенькой И прозрачной, как мозг. И всё время сидела в окнах, Смотрела на голову и утвердила. Вот пройдёт кашель, Поправлюсь немного, Мы с тобой покатим до Астрахани, Лёдушка. Но кашель и простуды не проходили. Лето было сырое и холодное в этом году. А мамочка с каждым днём Становилась всё худее, Блиннее и прозрачнее. Поступила весна, Подошёл сентябрь, Над Волгой потянулись длинные вереницы журавлей, Улетающих в тёплые страны. А мамочка уже больше не сидела У окна в постели. Лежала на кровати И всё время дрожала от холода, В то время как сама была, Горячая, как огонь. Раз, Она подозвала меня к себе и сказала, Слушай, Лёдушка, Твоя мамочка скоро уйдёт от тебя навсегда. Это не горюй, Лёдушка, Я всегда буду смотреть на тебя с неба, Буду радоваться На добрые поступки моей девочки. Ах, Я не дала ей договорить, И горько заплакала. Мамочка заплакала так же, А глаза ему стали грустные-грустные, Точно такие, Как у того ангела, Которого я видела на большом области В нашей цепи. Успокоившись, Мамочка словно заговорила, Я чувствую, Господь скоро заберёт меня к себе, И да, Будь его святая воля. Дай мне без малышки, Будь умницей, Молись Богу, И помни меня, Ты поедешь жить к твоему дяде, Моему родному брату. Я писал ему о тебе, Просилу плетить сиротку. Что-то больно-больно, При слове «сиротка» Ставила мне корни. Я зарыдала, заплакала И забилась у маминой постели. Пришла Марюшка, Кухарка, жившая у нас целых девять лет, С самого года моего рождения, И не наваляя к себе, Говоря, Что мамаши нужен покой. Вся в слезах. Уснула я в этой ночью На Марюшке на постели. А утром... Ах, что было утром! Я проснулась очень рано. Кажется, часов шесть. И хотела прямо побежать к мамочке. Но в это время пошла Марюшка. Сказала. Молись Богу, Леночка. Боженька, забрал твою мамашу к себе. Умерла твоя мамочка. Умерла мамочка! Как это? Повторила я. И вдруг мне стало так холодно-холодно. Потом... Спасибо, все время. Я понимаю, Сонушка, Я слышу, что я не могу сказать. Дальше, пожалуйста, Любава готовится именно. Шанкова, Любава, Чемоградный человек. Чемоградный, Чемоградный, Чемоградный человек. Казалось, На земле падал, На снег, Опять. Степан стоял, Облокотившись на холодную, Жесткую стену дома, Спокойно наблюдал За последнее время Товерение На своих судах. Я не жалела В прожитой жизни, Настыдился Светлый ступор, И боялся Как после моего расстрела Мать-то продержится, А вон на настрел. Среди серой толпы Я отчетливо видел Маленькую сторожку, Проходившихся в больниках В газоплатной журнале. Отчетливо видела я Ее до боли знакомой Мои отцены, Бьющиеся себе и волосы, И два прикрытые Зеленым платком, Которые ей подарил отец Перед тем, Как ушел на фронт. Родные морщинки На лице и руках, Отвескавшиеся губы, Которые так часто Награждались Мой нежным Материнским поцелуем. Большие серые глаза, Глядевшие на меня Всегда то с лаской, То с упреком, Но всегда с бесконечной Теплотой и любовью. И вот все готово. Опер-лейтенант Громогласно Зачитывает приказ. Время для меня Замедлило свое дело. Я вскинул голову И последний раз Посмотрела на небо Под темным Теллочами Насходившего солнца. Будет ли что-то После смерти? Или человек Так и перестает Существовать После забвения? Но нет, нет, Не может так быть! Я всегда искренне Верил в Бога. Как же я мог усомниться В нем теперь, Когда до нашего Воссоединения Остались считанные Минуты. И сразу Мне сделалось Спокойнее в душе, Ибо Вера Убила всякий страх Сомнений. Потом я перевел Взгляд на мать. По ее морщинистым Щекам катились слезы. Она тихо плакала. Я никогда не видел, Чтобы эта женщина Плакала. С виду она была Тихой и неприметной, Но внутри У нее был Несгибаемый стержень воли. И через какие бы Несчастья не проходила бы Наша семья, Никогда я не видел В ее глазах Ни слезинки. Поэтому при Видели Возьмите ее слез, Мое сердце Болезненно Жалость И решимость Соховая Испохвостью. Скинули ружья, И тетя Зоя, Наша соседка, Промокая Концом Старого Платка Слезы, И обняла Нужно было Умереть достойно, Чтобы потом Говорили Не только О достойных Подвигах Командира Партизанского Отряда, Но и О его смерти. Я расправил Плечи И, скинув голову, Твердо Посмотрел Вперед. Обер-лейтенант Начал Зачитывать Роковую Последовательность Приказа. И глубоко Захнул Я замер, Пытаясь Одним взглядом Охватить Весь этот Удивительный И до конца Непонятый Музынный Глянули Выстрелы Вспугнув Вору На ближайшем Деревье И мимо Мой глаз Проникнул Я думала Это была смерть Но нет, нет Это оказалось Не оно. К моим ногам Медленно Оседала Старушка Со спавшим На плену Зеленым платком Да в заплатанной Шубейке. Она цеплялась За мои руки И глядела Мне в глаза Таким всепонимающим И проникающим Взглядом Что мне Сделалось Жутко. И тогда Я осознал Я осознал Что произошло И все Внутри Точно Похолодело Из губ Зорвался Приглушенный Стол Я подхватил Мать И аккуратно Уложил ее На мокрый Серый Снег. Она все Смотрела На меня Смотрела И улыбалась Сына Потому Салит, мне с ним надо писать без другого, да? Да. Хорошо, все. Вот меня Анатольевна, Надежда Тейфи, корсиканец. Допрос затянулся, и жандарм почувствовал себя утомленным. Он сделал первый и прошелся на кабинет отдохнуть. Он уже сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось. Точно он увидел большую гадость. За стеной громкий бас отчетливо кропел. «Марш! Марш вперед, рабочий народ!» «Вас устроил, ибо поспевая за ним, сбиваясь, и пришили робкий, осипший голосок, и в боте народ!» «Это что?» — воскликнул жандарм, указывая на стену. Письмо водитель сирка приподнялся на стуле. «Я уже имел обстоятельства доложить вам на предмет агента». «Ничего не понимаю, говорите проще!» Агент Фиалки не изъявляет непременное желание поступить провокатору. Он вторую зиму тяжелит у Михайловской комнаты. Тихий человек, только амбисозен сирштадер. «Я, говорит, гублю молодость, и лучшие силы свои страчиваю на конкурс!» Отметил медленное своего движения по конке и невозможность применения выдающихся сил, предполагая их существование. Кровавый и пряго прибежалась за стеной. «Врешь!» — поправлял бас. «И что же, талантливый человек?» — спросил жандарм. «Амбисозен даже излишне. Ни одной революционной песни не знает. Оттуда же лезет провокаторы. Ныл, ныл. Вот, спасибо, городовой бляха номер 4711. Он, у нас это все как по нотам. Слова-то положен все городовые, хорошо знают. На улице стоят, уши не заткнешь. Ну, а эта бляха и слухи очень талантлива. Вот, взялся выучить. Ищ, варшавянку жарят. Мечтательно прошептал жандарм. Самолюбие вещь недурная. Она может человека в люди вывести. Вот, наплён. Простой просеканец был. Однако достиг кое-чего. Оно горит и ярко рдеет. У нас и кровь горит на нём. Рычаглях номер 4711. Как будто уж другой мытит. Насторожил все жандарм. Что же он всем песням будет учить сразу? Всем-всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, быт-то какой-то дельца обрисовывается. И самолюбящий же у людей. Семя грядущего. Забрел, шпик за стеной. Энергия диагностика. Я вздохнула, жандарм. Скажите, пожалуйста, коллеги, вынесли какое-то решение по уацам? Можно девушке сказать, что это стопы? Мы тебя услышали. Достаточно, да, для вас? Вы пробуете, посмотрим. Спасибо. И готовится, соответственно, человечек следующий. Там будет ян, а потом тот, кого-то меняет. Хорошо? Хорошо. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать. Над нами благодать. Субтитры создавал DimaTorzok